итак всем привет мы продолжаем походить пивый берешок хватит его сжать а так чё надо так выкат спортили кинезиса так я че не нашел а ну да нет печально хотела окей да это я еще понять куда тут идти на нее за что так сты клинические испытания серия 44 доктор Сушонг клиент фонтейн футуристик объект белый мужчина имя Роналд Уоллес вы меня слышите мистер Уоллес да мистер Сушонг отлично итак вот наша серия 44 мы дали нашей 44 серии кодовое название бешенство из-за ее свойства окей чё то одни камеры тихо 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 сейф да ну нафиг ай зараз он там всю херачит по мне ээ ай ой чё то зря наверное это сделал ой как зэ блин точно зэ ну вариантов нету придется мучиться так парни бойные так там я был такс о иди к папе вот оно мое счастье эм 4 зарядный ай а 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 да вы охренели да же счастью Premier мне esse это hoof не мы и см хорошо. Только вот... Чего я хотел сказать вообще? А, не важно. Так, тут у нас это есть витокамера. Это хорошо. Что-то зажали тут, конечно, это пипец. Тут ковтечи больше нигде не осталось. Вроде нет, саханюсь-ка. Прям какое-то экстремальное выживание выходит. Да. Так, там зубы. Вот как раз там, наверное, это хрень и есть. Не туда, походу, надо. А тут что? Запятым. Да ну нафиг. Ну вас нафиг. Идите в баню. Тук-тук. Лечение. За мать. За мать. Та-да-да-да. Так. Как бы у тебя тут поумнее. Вот так. Черт, ненавижу вот этот момент. Ну, еще одно. Еще. Давай-ка. Отлично. За 10 баксов полечился. Ваушвиц и меня поставили проводить генетические эксперименты над другими евреями. Они называли меня вундеркинд. Чудо-ребенок. Немцы, они ни о чем другом говорить не способны, кроме голубых глаз и формы черепа. А мне было интересно, почему один рождается сильным, а другой слабым. Один умным, а другой дураком. Столько убийств. А эти немцы хоть бы добились чего-то полезного. Что-то мне это место не нравится. Так. Четы, три. Ладно, пока пистолет. Хотя нафиг пистолет. Слишком много всего что-то тут. Бинты. Пусто. О! Да знаю. Блин. Да блин. Да все, фейл. Ладно. Че, че есть, че, быстро? Ах ты ж с волочью. Тебя взломать, что ли, нельзя? Обидно. Я уж обладывался. Тут ничего нету. Виски и вареные патауны. Пусто. Я тебя вижу. А, вот он. Телькинез. Так, у вас, значит... Да я знаю. Заменить. Я не очень хочу заменять. Кидайте в противника любые предметы. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. А, может, потренироваться? Ясно. Ясно. Он, зачем ты так со мной подкупаешься? Нафиг. Возиться. Клинические испытания серия 23, доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристикс. Работа над телекинетическими плазмидами продвигается успешно. Поднятие предметов в воздух на расстоянии не представляет сложностей. Перемещение предметов в пространстве без проблем. Остановить пулю на лету пока не удается. Но получается поймать и швырнуть обратно быстро движущийся объект. Проблема не в плазмиде. Проблема в скорости реакции. У Сушонга появились новые задумки насчет плазмидов. Окей. Опять ты, блин. Сволочь, а. Как вы надоели уже. А это че? С ганатами. И пусто. Зашибись. Не, просто зашибись. Нет, конечно, все красиво, зашибено, но... Большой папочка. Точно, Биг Дэдди. Че-то боюсь его, как Хелл Найта в Думе-Таи. Вообще в Думе. Мистер Би, нельзя терять время. Спасибо, мистер Би. Время идти спать, мистер Би. Где этот мистер Би? Ой, ну нафиг. Ужас какой-то, блин. Да, пошел ты. Эмм... Ты же знаешь проблемы твоих волос. И как? Я не хочу связываться с этими плазмидами. Мой друг говорит, что это небезопасно. Пригрузите. Да её. Ладно. Кидай. Че, мало? Упс. Че, отойди от твоего. Да её. Да надоели. Эмм... А из туда? Во. Ясно. Поехали, не стадай тут. Будь серьезно. Сегодня я обедал с богиней. Штайнман, сказала она. Я здесь, чтобы освободить вас от тирании и пошлости. Я здесь, чтобы показать вам новую красоту. Я спросил у неё, о чем ты, богиня? Симметрия, мой дорогой Штайнман. Пора что-то сделать с симметрией. Окей. Денег тут что-то вообще у меня мало. Револьвю. Моги я, он всё испортит. Останови его. Пусть твои гарпии порвут его начальник. Зашибись. Че я сделал, я не понял, но... Говно, что сработало. Ай. Окей. Куда вы делаете? Ай-яй-яй-яй. Ну ё-о-о. Тут что-то есть, по-любому. Афротита идёт по залам, сверкающая, как скальпель. Штайнман зовёт она. Штайнман, у меня есть то, что ты ищешь. Открой глаза. И когда я её пойду, она рассекает меня на тысячи прекрасных условий. Да офигели, блин. Иди отсюда. Что-то создал им вообще павлимы какие-то. Да шесть чул. Сейчас в аптеке. Да надоело. Зашибись. Одна аптека осталась, это жесть. Что я могу с ней сделать, Афротита? Она не хочет стоять смирно. Я пытаюсь сделать их прекрасными. Но всё выходит наоборот. Вот эта слишком толстая. Эта слишком высокая. Эта слишком симметричная. А теперь... Что это? Богиня. Незваный гость. Он уродлив. 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 Кто это? Посмотри на тебя, идиот. Сейчас посмотрю, блин. Окей. Это мой пациент! Не особо чёткатит. Ай. Ну, можно и так. Посмотри. Чё, всё? Чё, я же давать тебя большего. Ну, спасибо за патроны. Ты в порядке? Давно пора было кому-нибудь разделаться с этим психом. Не забудь взять уж Тайнмана ключ перед тем, как направиться к аварийному выходу. А я пока сам втихую доберусь до порта Нептун. Скоро мы будем там. Ага. Надеюсь. Т. Скальпель. Прошу прощения. Скальпель. Э, доктор, она же не заказывала подтяжку. Итак, теперь мы возьмёмся вот здесь и... Доктор, не режьте, прекратите. Позовите сюда старшего по операционной. Позовите старшего по операционной. Просто зашибись. Так, тут ничего нет. А, есть что-то. Пусто. Окей. Хоть одну аптеку нашли. Ключ нашли, патроны нашли. Много всего нашли. Тут чё-нибудь есть. Иначе... Так. Всё. Унишь тебя к аптеке хоть. а тут вообще печать какая-то без аптек была че я назад вернулся ну да хрень с ним она сваливаем пошел нафиг где вы все это берете в натуре не серьезно столько всего блин хрень помешат куда они это берут по звуку обрушился еще один туннель самую быстро растущую помойку на свете я вот и малышка твой шанс получить немного адама ну-ка только ты и я и ты досы до вкуснейшего адам держись от нее подальше успокойтесь доктор ему просто нужно немного адама я не позволю ему навредить моим малышкам все в порядке парень это не ребенок уже нет доктор тененбаум позаботилась об этом не причиняйте ей вреда у вас что нет сердца славная проповедь из уст упыря который сам же этих тварей и сотворил взяли милых маленьких девочек и превратили их в это послушай меня парень тебе не выжить без адама который производят эти создания ты что променять свою жизнь и жизнь моей жены и ребенка на этих монстров тененбаум вот есть другой способ используйте это избавьте их от мучений я вас отблагодарю так или иначе да ну нафиг спасти опустошить что-то новымнялка не поднимется в натуре вы меня спасли путь праведных не всегда прост верно да вот она моя награда может эти твари на вид и выглядят как маленькие девочки но внешность обманчива а без адама тебе не выжить если тебе на пути попадется одна из машин сад сборщиков не забудь взять себе еще плазмидов конечно если цена не покажется слишком высокой его класс все меняется день за днем эти девочки не просто производят атом они еще и практически не уязвимы поврежденные ткани они регенерируют с помощью стволовых модификаций мертвых клеток но их взаимоотношения с личинками и имплантатами основаны на симбиозе если убрать личинку хозяин погибнет это в общем не убийство говорит тененбаум это скорее как отключить смертельно больного от системы для обеспечения увеличили ништяк как перегибные модификации ну все в принципе всех все пазмиды и потать или как их там блин надо бы блин это конечно печально сцены кусаются это мягко сказано даже причем да 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 ты че тут теперь ты готов пора взяться за большого папочку это будет непросто но у тебя нет другого способа добраться до сестричек и их чувак не пошел бы ты в жопу твою мать зашибись ну ладно была не была она сейчас мне хана чувствует дэди йо йо охренеть да ну нахрен он ай да блин упс чё мне хана мне ханам не хана мне хана мне хана мне хана мне хана Упс. Окей. Че, я бессмертен на той, что ли? Все в баню. Детские игрушки. Долбовик в помощь. Ах, да блин, что ли? Что с вами, мистер Бин? Нет! Нет, нет, нет! Спасибо. Спасибо за помощь. Ага. Ваша мать. Так, где этот долбанный магазин был? С этой хренатенью. Я че-то забыл. Блин, тут где-то, Воль, может. Да, точно, где-то тут. А вот где я уже не помню. В натуре и не помню, серьезно. Да-да-да. Воль, да в пучем нафиг. Потом. Еще успеется, думаю. А то я сейчас время поточу на его поиски до хрена больше. Хотя, в принципе, мне кажется, можно по карте спокойно найти, но... Мне рей. Пусть я ленивую жопу, но мне рей. Да вы издеваетесь. Вы прикалываетесь надо мной? Еще один? Батюнь, пошел в жопу. Ай. Ты что? Почти вернулся к аварийному выходу. Пройди в него как можно скорее. Райан тебя уже засек. Ты не услышишь, как он подберется ближе. А когда заметишь, будет слишком поздно. Эмердженция Экис. Че не... А че не открывается? А вот. Сигнализация отключена. Благодарим за терпение. Да не за что. Не знаю, как тебе это удалось, но ты это сделал. Добро пожаловать в порт Нептун. Жду не дождусь, когда смогу пожать тебе руку. Ага. Да вы Нептуна что ли? Зашибись место. Зашибись место. Ну вот вы и имели удовольствие познакомиться с Эндрю Райаном. Это он построил этот город, и он же его и разрушает. Никто точно не знает, что произошло. Может он сошел с ума. Может власть ударила в голову. Может просто решил, что не любит людей. Как ни крути, но погибло много хорошего народа. Моя семья прячется на подводной лодке у рыбзавода Фонтейна. Там мы с тобой и встретимся. Ага. Купить предметы. Ну-ка. Добро пожаловать в Нептун. Че-то не допил. Да, че-то я не допил со взрывом, ну ладно. Че-то мне это тебе не нравится. А это кто? Окей, правый тебе, ребята. Что там ползает у меня в саду? Нифига себе у тебя сад. Жесть, блин. Так, ну вот извиняюсь, случился небольшой вылет. Игрушка че-то подвисла на секунду. Даже не на секунду, а точнее вообще повисла. Да, в общем, давайте на этом пока закончим. Начались такие небольшие глюки. Ну точнее не глюки, просто че-то у меня все зависло. Нафиг, не знаю почему. В общем, да. Игрушка в принципе пока очень нравится. Особенно потому, что я первый раз похожу. Сюжет в принципе интересный. А хоть и наркомания, но любопытно, что происходит тут, что случилось. И вообще, блин, тут конечно жесть полная творится. Там тень чья-то. Ну да пофиг. В общем, да, продолжим в следующий раз. Надеюсь, им нравится так же, как и мне. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok